привет всем вы даже не представляете с каким настроением я сейчас предстала перед вашей камерой после последнего видео ну я просто летаем в облаках огромнейшее спасибо я всем старалась ответить столько комментариев столько эмоций мне они подарили положительных но я впервые почувствовала от вас были до этого комментарии всякие вот но вчера но вчера это или позавчера не важно последнее видео я впервые вот вас ощутила вот рядом что у меня есть столько друзей которых я не знаю которых я не видела вот некоторые у меня в одноклассниках появились друзья и хотя бы фотографии я могу увидеть вот поэтому если кто желает там в шапке у меня есть фейсбук одноклассники правда в одноклассниках я не сильно еще разобралась потому что я неделю или две назад открыла свой аккаунт там и поэтому мне там все новое вот я на фейсбуке как-то там не привычно она в одноклассниках не надо еще осваиваться немножечко поэтому если это на что-то не среагирую вот это вы меня уже извините просто мне надо разобраться хорошенечко а времени особенного и нету вот в общем огромнейшее вам всем спасибо но ну ну я не знаю я вчера вечером ночью уже когда ложилась спать я не могла уснуть вот у меня такое в душе было вот бурление вот положительное но настолько эмоции меня захлестывали прёстывали прёс просто вот мне хотелось мне и жаль что я вот именно тогда не взяла камеру и не сняла вот видео вот как сейчас я снимаю это уже на следующий день утро ну в общем возможно то что я хотела сказать и как-то но оно конечно же я переспала вот чуть-чуть но эмоции улеглись вот но я не могла не снять это видео потому что писать я писала и все не напишешь вот и вы там если я иногда а может и часто ошибки делаю я отвечаю в основном на смартфоне потому что там смайлики есть можно цветочек можно сердечко это значит знак признательности я вам цветочек дарю или если сердечко значит даю свое тепло вот поэтому если я ответила без слов но с этими смайликами это выражает они моё отношение к вам поэтому там но вы ж знаете на смартфоне кнопочки маленькие поэтому пальцы попадает на рядом лежащие буквы особенно когда я хочу с большой буквы написать а рядом возле значка вот чтобы увеличить как бы тесто букву до регистра настроить буква я и вот у меня очень часто получается вместо того чтобы у меня большая буква была я рядом если я прочитала то я исправлю а бывает я не прочитала то так уходит и иногда тоже какие-то рядом буквы выскакивают поэтому вы уже извините это просто чисто так вот там машинально получается когда набираешь текст вот и что еще хотелось бы сказать но все очень положительные отзывы но все но настолько теплые столько слов я услыхала он не услыхала прочитала но я как будто бы и услыхала это все на слуху вот они у меня я делилась и семьей и мужу ходила читала ну в общем у меня но такое состояние вот счастья удовлетворенности вот жизнь удалась это наша жизнь из складывается вот таких мелочей вы мне даете эмоции я вам даю эмоции вот мне приятно что вы пишете что я делюсь своим позитивом да действительно вот такая есть по жизни иногда я стрекоза несмотря на свой возраст я здесь могу подпрыгивать прямо в квартире что чревато тем что у меня очень много синяков да вот смотрю на себя в этот монитор и вот сегодня я в темном я не знаю как я эту ткань купила долго она у меня лежала не не шила я ничего и вот недавно уже после тех трех водолазок потому что мне замечали что за гольфики но у нас так гольф гольф у нас в основном водолазки я посмотрела в википедию там тоже гольф вот есть гольфы на ноги и гольф но водолазка я уже шила после тех трех вот и все это они я дома как бы чередую но и на улицу когда иду я например сейчас куртку одел какая разница что там под куртку я же нигде не раздеваюсь с собакой гуляю поэтому дома хожу одела куртку одела брюки и ушла с собакой гулять на по поводу википедии еще я очень часто обращаюсь в википедию потому что вот не замечание ни разу же писали что неправильно ударение я ставлю на ну как многим особенно с украины блогерям понятно что наш русский это не русский которые в россии и не тот который в москве вот и путается у меня у нас с мягким знаком пишется в русском языке без мягкого знака и в общем как будто бы слова похожие описать их надо по-разному в русском языке 2 н например или 2 т там ну не важно а у нас с одним н или с одним т и путается и как будто бы я и знаю но обращаюсь в википедию чтобы точно уже знать как очень часто я туда обращаюсь чтобы правильно писать но конечно же и получается я когда просматриваясь в виде видео я слышу думай ой здесь и не так сказала и там не так сказала потому что я когда я снимаю видео когда я разговариваю я не думаю о том как я если я буду думать о том правильно сказать то у меня потеряется мысль вот поэтому и я вижу у меня есть слова такие которые я повторяю часто и я их замечаю только когда я просматриваю видео вот поэтому конечно же есть это я признаю но разве самое главное это мне кажется это не самое главное мы все находимся в каком-то ну я не знаю это подходит слово или нет анкла вот сообщество где ты общаешься где ты живешь где ты имеешь знакомых друзей и такая разговорная речь нормой воспринимается нормой а куда-то ты приезжаешь другое место да и не столь отдаленное даже и ты уже выбиваешься потому что там по-другому говорят ну в общем здесь я не вижу такого вот ну негатива чтобы шло от потому что мне написали что я просто не уважаю россиян хоть я из украины но я должна разговаривать на правильном русском языке но это полнейшая чушь ну полнейшая чушь у меня подруга нет я сейчас я здесь еще и готовлю поэтому я буду тут готовить и продолжу разговор я готовлю кашу гарбузовую или тыквенную и экспериментирую в этот раз вот я обычно перед тем как идти гулять ставлю в мультиварку кашу и прихожу она уже готовая сегодня так не получилось потому что моя Шаня не хотела ждать пока я буду закладывать сюда в этот чашу услыхала что соседи уже вышли там тоже собака такс и все пошли и все поэтому мы уже погуляли вот и в общем здесь у меня тыква и для эксперимента я купила кукурузную это крупу и ну сахар соль и молоко даже разбавляем молоко с водой вот все ингредиенты не знаю как получится с кукурузной мукой тоже вот у нас кукурудзяна а мы когда-то ездили электричкой к маме и ходила бабушка продавала вот эти палочки и она говорила мы до сих пор вспоминаем ее ну какая-то чужая бабушка и говорила кукурузовые кукурузовые палочки кукурузовые палочки ходила старенькая такая с таким мешком огромным но они же легенькие глазированные эти вот поэтому не обращаем внимание на проскакивающие неправильные слова я вот закончила и хочу рассказать так у меня по жизни сложилось что у меня в друзьях и знакомых подругах в основном все россияне даже рожденные в россии не то что здесь они а вот в россии много знакомых друзей но очень много вот именно есть онлайн была подружка мы познакомились в интернете а сейчас мы общаемся дружим она живет в Киеве но уже переехала под Киев я часто ее вспоминаю так она родилась в Казахстане вышла замуж за украинца в 91 году она сюда приехала и ездит же к своим названным родителям ну мужа родителям в село а они разговаривают по-украински получается значит она не уважает родителей что не говорит по-украински а родители не уважают невестку что не говорят по-русски получается так вывод можно сделать что мне вот написали что я не уважаю россиян не говоря на правильном русском языке но они находят общий язык самое главное понимать друг друга а то как разговаривают никак я понимаю если бы у меня был канал познавательный по-русскому языку литературе да тогда это было бы ну я не знаю как это можно рассказывать о чем то если ты делаешь ошибки а мы в основном все же общаемся на разговорном языке сколько диалектов сколько наречий но это не сосчитать вот у нас я помню в детстве мы смеялись да я из села украинского села я родилась и пока я не стала студенткой я находилась в среде украиноязычной школу окончила учила русский язык мы учили но я его вокруг себя я не слышала вот поэтому как-то ну не определялись откуда я знала что он мне там когда-то пригодится как мы английский язык учили но это естественно я не вижу в этом не ищите кто там вот патриоты одной или другой стороны что в этом что-то да значит ничего здесь не значит просто так у меня жизнь шла такая колея моя жизненная приехала когда я в Киев у нас было большинство таких в группе и нам дали полгода чтобы мы перешли на русский язык нам очень тяжело было потому что в математике в физике термины были у нас например додаты в русском плюс и нам мы переучивались можно сказать и нам дали снисхождение делали такое полгода вот первый семестр чтобы мы освоили все термины на русском да я говорила что вот рядом село было и мы дети смеялись помню что у нас говорят пип ну поп а там говорили пип вот но у них так они знают у нас например говорили халва вот я когда приезжала и называла халва правильно как бы да то меня в общем не понимали и мать ругала меня что я неправильно называю этот продукт надо говорить халва вот но я не говорю же так надо говорить но все равно я о том что надо быть терпимым ко всему и люди если живут вот в этом месте и у них это наречие то их никто не будет переучивать они не захотят переучиваться для них это привычно от деда от родителей это идет вот языки перепутались у нас там Черниговской области ближе к Белоруссии все разговаривают очень похоже как у Белоруссии язык туда между это с Россией там очень много русских конечно там наполовину наверное ну и что у нас кум царство небесное им он сам с Горьковской области он прожил здесь семидесятого года вот лепший друг моего мужа они очень дружили вот и кумобьями потом стали жена у него была украинка по-русски вообще не могла говорить только на ни с какой позиции ну просто для ей у нее смешно звучал русский язык вот смешно но не могла она красиво говорить по-русски она по-украински это ей устраивало тоже уже ныне покойная вот и мы в таком возрасте что уже многие уже ну не многие но уже часть наших знакомых одноклассников уходит и они прекрасно жили друг друга понимали он ездил к своей тещи вот и сколько он у нас жил вот он как в Горьковской области все о о оп все было говорят вот абсолютно не чистый русский язык был а вот с Говором таким Горьковским и мы всегда смеялись и говорили оно всегда же проверяет русский да сказать поляныться вот он никогда не мог сказать и жил здесь же столько он но у него не получалось поляныца если и может выговорить то там а ну в общем не мог у него язык вот не поворачивался сказать правильно поляныте мне кажется ну подумаешь ну что там такого ну так легко ну вот не получается и мы всегда так вот и с подружками а ну кто правильно скажет ну это ради смеха так вот значит я вот сюда в чашу на дно тру подруга у меня из Курской области потом они переехали в Крым и в Крыму там жили а она в 70-е в начале 70-х году приехала в Киев и в Киеве до сих пор так и живет мама у нее в Крыму была умерла в этом году вот я с таким удовольствием вот маму особенно слушала вот она как приехала она ничем не изменила свой язык как у них говорили в селе в Курской области так интересно было ее слушать вот и Валя тоже в Киеве живет ну не так конечно как мама но тоже вот курской говор у нее еще вспомнила у нас сосед в селе был соседка когда молодая была я не знаю где она на заработках или где она была что она из России привезла себе мужа и вот он приехал а у нас же все это на украинском разговаривают вот и со временем у него конечно же в лексиконе появилось очень много украинских слов но сказанных по-российски вот и тоже мне настолько интересно было я прямо разину в рот слушала как он разговаривает на нашем языке вот со своим таким говором он между прочим вышивал крестиком зимой трактористом был а зимой работы у него не было и он зимой вышивал крестиком вот моя тетка это двоюродная сестра моего мужа отца жила в москве уехала в юности там и умерла и в общем когда приезжала к нам она приезжала к моей бабушке это ее родная тетя родителей ее не было и я тоже ее с интересом слушала потому что она с московским говором таким москвичи вот у них есть вот отличишь их вот и она на украинском у нее уже много слов забылось конечно у нее тоже мешанина такая была но вот интересно было как она наши слова на московский манер произносит ее сын приезжал и тоже туда в село он вообще там родился и вырос вот но тоже в детстве приезжал нахватался всяких слов но тоже интересно было его слушать а когда приехал он ко мне в Киев я еще замужем не была то он очень смеялся он же слышал вокруг русский язык какой в Киеве вот ему так интересно было что абсолютно не так говорят как вот он там где он живет там слышит вот и на этом языке общается а здесь как бы и русский но другой поэтому нельзя так вот категоричным быть нельзя ни в коем случае наши языки мовы разнообразит это и я не вижу здесь греха какого-то или что тут все закрой рот и потому что ты не знаешь того или другого языка вот я смотрю очень люблю смотреть и рекомендую есть канал вот где-то у меня там на смартфоне перед этим я смотрела он дальнобойщиком в Беларуси уехал в Штаты 27 лет назад и работает в Штатах дальнобойщиком длинные очень видео и по часу и побольше но я смотрю как клуб путешественников и его очень интересно послушать вообще как человека вот уже умудренный опытом вот так его вопросы он отвечает на вопросы едет показывает пейзажи о муж мой звонит с работы у моего супруга ритуал каждый день звонит с работы и самое главное звонит по городскому телефону это наверное единственный звонок который я принимаю это мы уже у нас многие отказываются от этих городских телефонов мобильная связь заменила а он говорит а я тебе с работы звоню хоть раз но в общем пока что мы имеем этот телефон да так я переключилась и вот это дядя Паша называется его канал life on the road дорога жизнь вот и его там все называют дядя Паша и вот на вопросы отвечая не разу он говорил что Америка страна иммигрантов и уживаются многие коверка английский и вот он говорит что да и многие я многих смотрю наших девочек которые там живут и они все подтверждают что вот никогда носитель английского никогда не сделает замечания и тем более не посмеется над тобой что ты там плохо разговариваешь на английском и вот он его спросили что самое тяжелое было при адаптации к американской жизни и он сказал что самое тяжелое для него было это научиться такой же терпимости как американцы они говорят никогда не входят в спор если у тебя абсолютно ты даже не узнаешь о том что у него другая мысль если там о чем-то разговаривать а у нас как и до драк доходит если особенно по политике то ужас сколько вот я знаю семей почти распались вот или врагами стали из-за того что разные взгляды на все события вот если бы мы были более терпимыми наверное не было бы тех конфликтов какие а то какие есть на планете сейчас страшно становится что творится только и если бы мы были терпимыми если бы относились с терпением другой религии кто как разговаривает кто как молится кто какую церковь ходит или не ходит церковь это выбор каждого и наверное бы было бы очень хорошо наверное когда-то земляне и придут к этому хотя уже не одно тысячелетие жизни на планете а войны как были в средневековье раньше так они продолжаются только есть периоды когда менее интенсивно есть периоды более интенсивно и вот этот дядь Паша сказал что ему очень тяжело было вот научиться у американцев терпению так терпеливо относиться когда тебя говорит выслушивать ты коверкаешь слова когда он не может тебя понять что ты ему говоришь а он говорит так внимательно слушает ни один мускул не заиграет на лице и не скажет да что ты тут мол приехал такой сякой и не знаешь языка еще тут со мной что-то тут спрашиваешь или узнаешь поэтому будь мы терпимыми будь мы снисходительными и иногда я и вставляю украинские слова но хочется иногда украинское слово более колоритное более объемное чем русское вот а иногда русское больше объемное чем украинское это же наши языки очень похожи но вместе с тем и много различий я же говорила и про описание вот я часто привожу когда мне когда-то тоже писали давно вот я говорила писала что на русском языке кофе многие говорят оно тоже исправляют же постоянно что это он кофе а у нас кава вона и мне написали боже какой ужас что кофе да еще и она кава вот поэтому ну мы разнообразным делаем наше общение разнообразным мы делаем наш мир вот поэтому ну давайте жить дружно мирно вот независимо от того где мы находимся вот и если не нравится значит не надо смотреть если раздражает а если списком выставляют тебе все те ошибки меня вот интересно вот человек записывает что ли так еще может чуть-чуть где ошибки сделала а потом в конце пишет какие слова я неправильно произнесла это надо запомнить на протяжении вот тогда пятьдесят минут у меня было видео и надо было запомнить все те слова которые я неправильно произношила произнесла или ударение неправильно поставила так сладенькое я наливаю или молоко или пополам с молоком делю ну по-разному бывает сегодня я налью молоко из тыквы будет очень много сока вот тем более специально купили молочко для каши только ж Аня не дала мне кашу сварить ну вот интересно как же будет я вчера чисто случайно мы крупы покупали я увидела и думаю а попробовать с кукурузной мукой что будет вообще-то настоящая гарбузовая каша у нас дома например у мамы всегда была с пшеном вот а я люблю вообще-то с рисом или делаю и с пшеном и с рисом вот думала сегодня еще риса добавить но это уже в следующий раз вот сколько я тут налила вот здесь у меня уже было чуть-чуть начатое ну я кофе просто доливала вот там вот показывается молоко вот и все ставлю я в мультиварку если сверху если сверху я варила то уже смотря какую крупу используюсь если на терке тереть тыкву она очень быстро варится поэтому проварить наверное крупу лучше желательно а потом добавлять тыкву бывало так что я проваривала крупу а тыкву запекала и запеченную туда ну в общем очень много вариантов использовала сейчас я включу свою мультиварку у меня здесь есть молочная каша масло сливочное по желанию положить вообще-то я читала чтобы молоко не бежало маслом желательно протереть стенки в чаше протереть тогда не будет бежать молоко но у меня не бежит молоко то есть ну я не знаю в чем секрет там мультиварка у меня бежала здесь не бежит молоко уже проверено я уже не раз варила так что тут у меня отошел так где тут молочная каша специально 10 минут добавим пусть будет 15 12 накрываю крышкой вот и запустился процесс ой тут же резинка я мыла так что друзья мои спасибо всем огромнейшее вы вдохновляете меня на новые видео там меня спрашивали брюки я да я их уже подготовила к примерке но виктории моей некогда забежать сегодня день рождения моего зятя она готовится мы идем в гости поэтому примерки еще не было но процесс пошива брюк теплых на slim text я засняла но в новом режиме буду показывать поэтому у меня очень много будет работы в редактировании я там и ускоренном режиме потом соединять ну в общем я впервые буду так делать не знаю как получится но в общем весь процесс я засняла ну и в общем еще раз огромнейшее спасибо я рада что у меня вот такие зрители у меня дизлайков очень мало и отрицательных комментариев и то я не скажу что это отрицательные просто такие замечания не по делу я считаю я ни в чем не обиделась вот там нету ни имени ни ник там какие-то цифры в общем нету ни имени я не могу обратиться но она и просила что Оля не обижайтесь я не скажу что она со злостью вот но я считаю ну ну она написала я ответила вот поэтому а негативных таких за все время существования моего канала было может быть раз пять я их сразу же удалила даже не вступала в распри вот в разговоры или ответы давать я просто удаляю и все и особенно если вот кто-то да был комментарий мне кажется от этой же девушки или женщины не знаю кто это по поводу когда я была с внучкой я сразу же удалила комментарий потому что там было написано мне не понравилось я не хотела моя внучка смотрит все мои видео и я не хотела чтобы она может быть не поняла но там было написано что хорошая девочка не испорченная еще и если бы там еще еще не было я бы не удалила комментарий но еще это меня повергло просто в шок я сразу же удалила этот комментарий если вы слушаете меня я только из-за этого удалила комментарий если бы было написано что хорошая девочка не испорченная я бы оставила но еще нет я не могла пропустить это вот поэтому извините я только сейчас это говорю может быть она и обиделась на это но я не могла пропустить этот комментарий по отношению к своей внучке она у нас девочка не испорченная да она можно сказать даже не современная вот какие есть сейчас дети вот ну она очень хорошая девочка да не испорченная но почему еще почему она должна испортиться потом вот поэтому уж извините ну все заканчиваю на хорошем спасибо еще огромнейшее я очень рада вас приветствовать на своем канале очень с удовольствием буду снимать видео заходите смотрите буду дарить вас позитив ну и всех благ вам пока пока